добрый день друзья сегодня очередной прекрасный день за окном идет дождь такой проливной это новый новый абсолютно день которого еще не было никогда в жизни этой вселенной с вами как всегда андрей рыбин и сегодня мы поговорим о жизни все просто так вот и сегодня была такая передача у нас будет тоже как всегда необычная тема будет передачи действительно по жизни то есть сначала как бы я думал посмотреть так называемое то что называется народе новости рассказать вам о том что происходит вокруг что происходит в мире далее а потом решил для себя несколько изменить это почему потому что все вот эти так называемые события ну там скажем какие законы там принимаются в украине там президентом президентом зеленским либо там голосование за поправки конституции в россии либо там в америке либо там в англии где угодно это такие мелочи это такое то что называется вот не то что даже ненужное это хлам самый настоящий хлам как бы это ни звучало почему а почему а почему это так и почему люди этому так много уделяют внимание почему вот они именно вот это политологи те говорят вот так будет а вот эти вот гадалки говорят вот а там астрологи говорят еще вот так вот будет люди вот мечется то есть а к чему 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 же чему же прислушаться то есть то есть кто говорит правду а кто не правду и тогда это все настолько неважно это все равно как вот это вот копошение в куча дерьма как бы это ни звучало почему это то вот для этого сегодня у нас сегодняшняя передача сегодня постараюсь вам рассказать почему же это то дело в том что люди в основной своей массе воспринимают воспринимают человека как некого робота как бы то ни звучало и это с таких вот давних пор то есть робота который его нужно кормить его нужно значит там мыть как робота значит ему нужно отдыхать от работы то есть он должен как робот ему положено работать что там еще ему нужно воспроизводить себе подобных таких же роботов так что там у нас еще такого по плану для вот этих роботов ах да его нужно обслуживать то есть его нужно регулярно там ремонтировать обследовать менять запчасти так то есть обращаться к врачам то есть вот это вот все абсолютно критерии самого настоящего робота и его обслуживания так и потом когда приходит время как люди называют отведенное время вот робота сдают в металлолом то есть выкапывают яму и его там закапывают все жизнь робота закончена и как бы это ни звучало но вот так вот и люди рассматривают вот этих вот созданий и это было с давних давних времен поэтому люди столько внимания уделяют вот этим вот так называемым законам а там кого выберут а вот что же там будет именно именно в применении вот к этому вот роботу то есть а подвезут ли там правильное масло чтобы заливать у этого робота и так далее а вот будет ли это масло не зажавеет ли этот робот а и вот так вот они живут если это можно назвать жизнью ибо на самом деле это не является жизнью а это существование дело в том что эти все так называемые законы которые применяются принимаются или там какого выбирают царя или там поправки вот там 1 июля значит эти голосования за поправки это в жизни человека повторяю не робота имеет никакого отношения то есть от того что будет один царь либо же изберут другого царя ничего не поменяется но люди они живут к сожалению такими вот надеждами на лучшее будущее такими иллюзиями поэтому они внимание уделяют вот этим вот мелким абсолютно мелким таким деталям кто например там на украинском склавский мандат то есть кто оставил депутатство как проголосовали депутаты это точно как вот это есть куча дерьма и ребенок палочку берет и ковыряется в этой куче дерьма смотрит а что же там такое вот что же вот с него вышло такое интересное так вот это и здесь дело в том что это никак не связано с тем творением которое было изначально которое было сотворено из ничего из праха практически и которое пришло в этот мир пришло в этот мир который так боится из него уйти ведь смерть для многих людей это самое страшное что есть даже одни мои знакомые так говорят так то и пожалуйста даже не упоминают это слово вот их это бросает в дрожь он говорит такое представление я хочу умереть быстро и безболезненно вот то есть люди этого очень 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 боятся а почему же они боятся а потому что они не знают даже для чего они живут когда человек знает для чего он живет а другими словами когда он знает свое предназначение для чего он пришел в этот мир тогда он знает что когда он сделал все что он мог находясь в этом теле то есть он сделал все возможное для чего он пришел в этот мир и он готов оставить это тело тогда он его спокойно абсолютно оставляет понимая что его душа будет продолжать существовать это происходит абсолютно безболезненно то есть он спокойно в сознании ложится успокаивается и все и оставляет свое тело а люди же которые не знают для чего живут ну то есть которые представляют себе вот такие цели в жизни то конечно же они боятся этого потому что они живут не зная для чего они живут то есть вполне они они допускают вероятность есть такая что вот они будут умирать они не успели выполнить ту миссию для чего они пришли тогда у них вот это появляется такой называемый даже животный страх 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 остаться многие при этом также они создают некую такую даже иллюзию такую религиозную иллюзию то есть что вот мы верим там мы верим в Бога Бог нас не оставит и вот мы там за ним следуем так вот я вам говорю что вера вера это конечно иллюзия как бы это ни звучало если это вера не подкреплена знанием то есть если это не переходит в знание то это обычная иллюзия и так же как было две тысячи лет назад когда распинали человека на кресте и он говорит что он говорит вот я уже вскоре воссяду рядом с Господом буду от него сидеть по правую руку то есть это не было связано с верой то есть якобы что вот он верил что так будет нет он знал что так будет то есть это было его знание и поэтому он позволял делать то что над ним делали то есть то есть тело его переживало то есть имело все эти болевые ощущения эти страшные мучения то что называется но он знал что его миссия то есть для чего он пришел в этот мир его миссии он выполнил ее для для развития своей души то есть теперь это позволяет ему находиться там где он будет находиться так это немножко так сказать с истории так вот вот эти все так называемые законы вот эти все якобы новости которые вещаются это абсолютно не что это полный прах потому что потому что когда вы представьте себе на секунду вот вы завтра например оставляете этот мир то каково вам вот эти все новости вот так называемые вот эти все там закон принимают один а завтра другое послезавтра первые меняют это это для вас это абсолютно абсолютно не важно поэтому не стоит уделять этому йоты внимание ну кто-то скажет ну хорошо но это же затрагивает нашу жизнь если придет там новый президент это же наша жизнь будет лучше это иллюзия полная не будет ваша жизнь лучше ни на йоту потому что ваша жизнь определяется только вами да 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 вы не ослышались только только вами ибо вы определяете то для чего вы пришли а все остальное то что в мире вот это происходит оно все пристраивается к вам конечно если вы не уделяете внимание тому чему чего вам не нужно ну например там вы хотите богатство и поэтому вас интересуют там какие-то законы которые вам позволят обрести вот эти вот богатства которые вы сможете накопить и отложить там на пенсию как бы или еще там передать вашим детям внукам и так далее как люди тогда вы будете смотреть законы когда вы не будете жить вы будете просто существовать создавая вот эти богатства якобы которые не стоят ничего я немножко даже расскажу чуть чуть немножко наперед вот люди создают вот эти так называемое богатство и становятся рабами этих богатств потому что эти богатства теперь будут им диктовать их жизнь ну то есть давайте такой реальный пример далее конечно будут переходить все ну то есть в основном это тех банкиров которые управляют финансами на так называемые безналичные деньги то есть все деньги будут вот в банке там то есть вы не можете там почувствовать пощупать и так далее будут просто там цифры у вас на счету какие-то там цифры находятся так и далее скажут что необходимо вводить вот этот вот как идентификация там пароль доступ к вашему счету то есть вам нужно то что называется там чипировать то есть вводить чип ну как собакам вводят вот эти чипы для того чтобы их можно было там найти так и теперь люди будут перед выбором а вот чипироваться ли чтобы иметь доступ к своим богатствам либо же нет и чем больше люди имеют вот в этих вот банках на своих счетах тем самым их решение предрешено предрешено потому что они не видят другого выхода как то есть чтобы иметь доступ к своему вот к этим богатствам им нужно чипироваться вот либо потерять все эти богатства чего для них опять же смерти подобно поэтому вот эти их сокровища якобы на самом деле это полный полная труха теперь ими руководит теперь говорит какое им решение принять поэтому говорилось вам и две тысячи лет назад что не создавайте богатства которые подвержены ворам и так далее ржавчине а создавайте богатства на небесах тогда так говорилось потому что в то время людям было проще понять что такое ад что такое рай что рай это там на небесах вверху ад это внизу там под землей это было по пониманию людей то есть когда прошло две тысячи лет когда прошло развитие человека то сейчас можно объяснить людям что же такое рай что такое ад что рай это развитие души воссоединение с творцом это то что обретается спокойствие то что обретается понимание этого мира а ад это вне творца это блуждание это вот это такие блуждание в потемках это страдание конечно же потому что все что без творца все что без вот этой гармонии в которой все находится оно все подтверждено страданию поэтому не стоит вам абсолютно обращать на такие внимание вот такие мелочные абсолютно что же что же происходит ну кто-то может сказать ну как же нам же надо думать о том что там нам есть нам же нужно зарабатывать деньги да но вы поймите такой момент что то что вам нужно вам будет предоставлено как бы это ни звучало ибо ибо вы находитесь уже в этом в создателе и поэтому то что вам нужно вам предоставлено например вам будет оно здоровье для того чтобы вы могли работать для того чтобы вы получали вот эти так называемые средства к существованию а не так что вы думаете что вот вам это нужно делать поэтому все будете для этого исполнять нет для этого достаточно творцу просто сделать чтобы вы в мир заболели и все и все ваши планы рушатся сразу же потому что целью вы ставили другое цель была не не та которая ваша истинная цель то есть вы целью ставили якобы свое существование не то ради чего вы пришли а то просто существовать вот поэтому как напоминание человеку дается болезнь напоминание того что истина совершенно в другом вот посему для того чтобы жить без болезней абсолютно совершенно для этого нужно следовать пути пути познания пути истины и тогда вы сможете выбирать даже продолжительность своей жизни наверное сегодня будем так заканчивать такую тему потому что эта тема была так называемые новости и наши отношения к ним поэтому пишите задавайте любые вопросы так же как и темы будут исходя из вот таких вопросов которые волнуют людей с вами всегда был Андрей Рыбин и всего доброго до свидания с Богом до свидания и